Добро пожаловать друзья в сегодняшнее видео, посвященное лучшим тактическим стратегиям на ПК. Я составил подборку из 10 захватывающих игр, где вы сможете проявить свои тактические навыки и стратегическое мышление. Также напомню вам, что по ссылкам в описании вы найдете магазины, в которых игры приобретаются по адекватным ценам. Ну а теперь давайте начинать. Caps. Пошаговая стратегическая игра, где игроки создают команду супергероев и участвуют в битвах за город Кинг-Сити, захваченный злодеями. Супер злодеи решили избавиться от всех конкурентов и сначала убрали супергероев, а потом запретили сверхспособности. Мегаполис превратился в настоящую антиутопию, где любое проявление сверхчеловеческой силы карается законом. По сей день никто не осмелился дать отпор жестким правителям, но спустя 20 долгих лет один из героев возвращается и собирает отряд для борьбы с противниками. В путешествии по городу игроки смогут сразиться с командой новых персонажей с разными силами и способностями. У каждого из сверхлюдей есть свой подход к бою, поэтому стоит больше внимания уделить расстановке команды и использованию их умений. Все враги и злодеи также имеют свои индивидуальные черты и характеристики. Сражение происходит в пошаговой системе в стиле классических мультфильмов. Захватывающие опасные и героические сражения проверят ваши стратегические способности. А после каждой успешной миссии вы можете взять и обучить нового героя, либо улучшить боевой потенциал персонажей, как в XCOM. Commandos Origins – тактическая стратегия с возможностью управлять несколькими персонажами. Сюжет которой расскажет о зарождении сил спецопераций эпохи Второй мировой войны. В игре вы испытаете напряжение, тактическое мышление и умелое управление небольшой, но мощной командой военных специалистов. Под ваше командование поступает разнообразная военная братья, которая объединена в боевое подразделение. Игра предлагает множество миссий и заданий, в каждой из которых требует уникальной стратегии и использования специализированных навыков команды. Вы должны применить снайперскую точность, умение маскировки и скрытность, а также координировать действия группы, чтобы успешно завершить миссию. Игра представляет свободный выбор пути к победе. Подробная, разнообразная и интерактивная среда предлагает множество подходов к достижению вашей цели. Крадитесь, карабкайтесь, ездите на различных транспортных средствах или прячьтесь и ползите своим путем к поставленной цели. Сражайтесь на всех фронтах Второй мировой войны. Пройдите более 10 миссий в исторических, аутентичных условиях, простирающихся от бесплодной Арктики до Африканской пустыни. В целом рядом основных и дополнительных задач, которые потребуют от вас полного тактического опыта. Старайтесь наилучшим образом использовать уникальные способности ваших командов. Проникайте на вражеские объекты и наносите удары в наиболее болезненные места, прежде чем исчезнуть во мгле. Cyber Knights Flashpoint. Это тактическая пошаговая ролевая игра, действие которой происходит в антиутопичном будущем, где корпорации правят миром, а технологии усовершенствовали человеческие способности. Игрок берет на себя роль наемника киберрыцаря, идущего через опасности освещенного неоном города Бостона, стремясь сделать себе имя, ориентируясь в сложном мире корпоративного шпионажа и технологий черного рынка. По мере прохождения игрок должен управлять своими ресурсами, вербовать союзников и делать сложный выбор, влияющий на окружающий мир. Здесь придется участвовать в боях как в рукопашных, так и с использованием разнообразного оружия, такого как плазменные винтовки, электрошокеры и ракетные установки. Уникальным аспектом игры является способность геймера взламывать системы, будь то сбор информации или саботаж планов противника. Взлом – это мини-игра, в которой игрок должен ориентироваться в виртуальных системах безопасности и избегать обнаружения, что добавляет еще один уровень стратегии в ваш игровой процесс. Действие происходит в различных местах города, от грязных перерывков трущоб до высокотехнологичных корпоративных башен. По мере того, как игрок будет раскрывать тайны этого мира, он столкнется с целым рядом запоминающихся персонажей, таких как мошеннический искусственный интеллект Джинкс, уличный хакер Бритва и хитрый корпоративный агент Нина. Помимо основной кампании, игра также предлагает режим теневой операции, в котором игроку предстоит пройти сложные миссии с определенными целями и временными ограничениями. В целом, это захватывающее путешествие по мрачному киберпанковому миру, где каждое решение может означать разницу между успехом и поражением. Crown Swords – The Black Prince – пошаговая стратегия с элементами RPG. Действие происходит во времена Столетней войны, когда Англия и Франция сражались друг с другом. Чума прокатилась по Европе и уничтожила целые города и деревни. Проблема усугубляется с тайным зловещим культом, который использует высших руководителей на войне в своих целях. Игроки берут на себя роль персонажа, ищущего славы на поле боя. Воин понятия не имеет, что ждет его впереди, и вскоре сталкивается с темным культом. Замок является основным командным центром, который можно улучшать и расширять на протяжении всего прохождения. Здесь солдат набирают, обучают и оснащают лучшим снаряжением и оружием. Потребуется большая армия, чтобы добраться до источника зла, разрушающего континент. Сражение проходит в пошаговом режиме, а залогом победы является грамотное использование всех ресурсов и сил каждого бойца. Помимо сражений, на плечи игроков вложится ответственность за дипломатию, а чтобы облегчить выполнение заданий, вам необходимо создать новые союзы с другими группами. Эрви Дэйви Вайт. Тактический шутер в жанре Роу Гулайт, который позволит вам окунуться в эпическую битву за землю против инопланетных захватчиков. В этой игре вам предстоит стать лидером сопротивления и объединить бойцов со всего города в один мощный отряд. Ваша цель зачистить свой город от инопланетных захватчиков район за районом. Игра представляет вам огромную свободу действий. Вы можете собирать свою команду из различных классов, от снайпера до штурмовика, и улучшать их навыки и снаряжение по своему вкусу. Каждый класс имеет свои уникальные способности, которые помогут вам в битвах с противниками. Игра разделена на несколько уровней, каждый из которых представляет собой различные районы города, захваченные инопланетянами. Вам предстоит прорваться через лабиринты улиц, разрушенные здания и монстров, чтобы достичь главной цели – центральной базы захватчиков. Но будьте осторожны, враги не дремлют и будут препятствовать вашему продвижению. Но самая главная фишка в том, что на каждый бой вы разрабатываете свою тактику, и лишь слегка допиливаете действия своих бойцов во время боя. Red Glar – это тактика в реальном времени, событие которой разворачивается в период Второй мировой войны. Германия развернула секретную экспедицию в странах Южной Америки. И вы – агент USS. Отправляетесь на дело в попытках помешать противникам захватить континент. Разрабатывайте действенную стратегию в зависимости от ландшафта и ситуации, а после наносите удар, чтобы разгромить войска противника. Но не стоит недооценивать врага, всегда готовьтесь к достойному отпору. Red Glar подкупает не только графической составляющей, но и полноценной сюжетной кампании с постепенно повышающимся уровнем сложности. Если в первых миссиях вас знакомят с особенностями управления, то в дальнейшем придется своими усилиями искать верные решения для одержания победы. Обратите внимание на то, что каждое задание имеет несколько способов прохождения, что развязывает руки для экспериментов. Тщательно подбирайте экипировку и оружие своей команде, ведь от этого выбора зависит исход битвы. Отталкивайтесь от уникальных характеристик героев и прокачивайте их очками навыков, создавая отряд под свой стиль игры и корректируя его в случае необходимости. End State – это пошаговая стратегическая игра, в которой вам предстоит управлять крупной организацией. Она нанимает множество наемников, чтобы следить за террористами и дестабилизировать обстановку в стране. Здесь идет борьба между преступными организациями и обычными политиками, которые мало чем от них отличаются. Игроку дается длинная прогулка по открытому миру, где можно делать все, что угодно. Конечно, вы можете следовать сюжетные линии и выполнять задания, но это не единственный способ здесь развлечься. Вы можете улучшать своих солдат, покупать дополнительные сражения и зарабатывать на новую экипировку. Когда игра переключается на миссию, то игроку придется взять все под свой полный контроль. Вы должны управлять всеми солдатами и лично руководить выполнением миссий. В некоторых миссиях вам придется действовать тихо, а в других нападать в открытую. Вид будет сверху, откуда удобнее всего управлять всеми аспектами игры. У каждого солдата есть свое оружие для прохождения миссий. Например, один готов сделать это с огнестрельным оружием, а другой со снайперской рентовкой. Hitwait – стратегическая игра с элементами выживания и нелинейным сюжетом, событие которой происходит на Аляске в недалеком будущем. Спустя десятилетия глобальное потепление стало необратимым, а его последствия привели к массовым конфликтам и миграции людей. Человечество находится на грани гибели, но эта ситуация не мешает правительству начать политику завоеваний. Аляска была захвачена иностранными войсками, а вам предстоит возглавить движение сопротивления и бороться за свою свободу. Соберите повстанцев, добудьте для них оружие и начните масштабную боевую операцию. Вы будете отдавать приказы различным группам, вести партизанскую войну и выживать в довольно суровых климатических условиях. Уничтожайте врагов любыми доступными способами. Используйте укрытие и совершайте стремительные атаки. Силы разбалансированы, и преимущество явно не на вашей стороне. Вам необходимо тщательно обдумывать каждый свой шаг, чтобы не попасть в кольцо. Эта битва не должна быть проиграна, иначе последний бастион свободы будет уничтожен. Class Fight France 44. Пошаговая стратегия, событие которой развалится в самый разгар Второй мировой войны, в июне 44 года. Вам предстоит возглавить отряд специального назначения, затаившийся в самом сердце Франции, прямо перед высадкой союзных войск в Нормандии. Станьте ключевой силой французского сопротивления и дайте отпор силам Германии любой ценой. Но будьте осторожны, враг численно превосходит вас. Но это не повод сдаваться. Игра предлагает взглянуть на устоявшийся жанр под другим углом. Геймплей предлагает освоить сложную систему морали, где каждый выстрел будет иметь значение и отразится как на вас и ваших товарищей, так и на противников. Используйте эту особенность, чтобы раскачивать неуравновешенных врагов и сеять во вражеских отрядах панику. Выигрывая тем самым время союзникам для наступления. А между тем следите за состоянием своих друзей, чтобы не лишить их рассудка своими действиями. Соберите уникальный отряд из добровольцев и проводите регулярные тренировки, чтобы подготовить их к очередным миссиям. В вашем распоряжении не так уж и много экипировки с оружием, поэтому четко планируйте, кому какой боекомплект достанется и какую роль боец сыграет на карте. Во время прохождения сложность постепенно будет возрастать, заставляя вас сталкиваться с более серьезными испытаниями. Поэтому самое время отточить свои навыки и подготовиться к более серьезным сражениям. Nebulis Fleet Command это стратегический игровой проект, где все действия происходят в реальном времени. Возьмите на себя роль храброго, бесстрашного воина и отправляйтесь исследовать космическое пространство, пытаясь положить конец всем мятежным силам зла. Начните с того, что соберите свой флот и армию могучих воинов, которые помогут вам преодолеть любые, даже самые сложные испытания. Основное внимание в игре уделяется бою, где от ваших действий и решений будет зависеть исход событий. Используйте свою силу, мощь и навыки стратегического планирования, чтобы перехитрить противников, а затем безжалостно завалить их. Совершенствуйте свои навыки, так как враги в движении и становятся только сильнее. Следите и за своим боевым арсеналом, чтобы он всегда был забит мощным оружием и атрибутами защиты. Визуальное оформление порадует вас яркими изображениями и деталями, что позволит вам в полной мере стать участником этого захватывающего приключения. Благодарю вас за то, что смотрели мою видео подборку о лучших тактических стратегиях. Думаю, этот топ вдохновил вас на новые игровые приключения и побудил к размышлениям. Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях и подписаться на мой канал для еще больших обзоров и рекомендаций. Спасибо еще разок за просмотр и до скорой встречи на стратегических полях битвы. Редактор субтитров А.Семкин